всем здравствуйте меня зовут полина я хочу наполнить вам что месяц назад мы вернулись иерусалима с красного центра для давид и уже очень сильно скучаю что мне хочется сказать в первую очередь а здесь не звучим все что проводится в этом центре это что эти добрые люди как их называют правильно волшебники творят не подходит ни под какие нормы и рамки как бы дозволено это что-то чудесное это что-то невероятное это не знаю чем можно скушать и как это все понять мозгом поэтому я выключила свой мозг потому что это понять невозможно и разбираться в этом даже нету ни смыслом не времени и не надо это то как я делала раньше ну а почему а как а что это что не там делают каким это способом вот таблетки там никакие не дают можете успокоиться там все адекватно правильно сформулировано и правильный подход и правильное лечение и и правильные люди и и все там идет так как должно идти для излечения таких наших особенных деток что мне хочется сказать в первую очередь что ребенок действительно поменялся поменялся конечно же в лучшую сторону в худшую можно было бы даже об этом и не думать он начал более адекватно реагировать на все даже на меня смотреть на глаза стал усидчивый обучаемый то есть можно ребенка садить за столик и показывать ему объяснять что почему и как и он будет сидеть тебя слушать и радоваться вместе с тобой своими же успехами вот мы начали тут трубочку делать бурбалки разные водички то есть тушить свечки шарик уже пытаемся надувать просто еще как бы сил еще пока не хватает вот начал сам кушать абсолютно то есть я могу поставить ему тарелку с едой и пойти заниматься своими делами и сам самостоятельно ну конечно где-то с кляксами с начали зовут но он все равно сам кушает что не делал и раньше поведение конечно желает лучшего но это просто ребенок я напомню мне ему скоро уже будет три годика вот-вот на днях и естественно преобладает и есть месту быть то что он отстает развитие значительно на год на полтора поэтому он ведет себя сейчас как ребенок который заново познает мир то есть он проснулся него там раскрыли мой цветочки он начал цвести и пахнуть вот единственное что по-серьезному можно сказать одно что там люди вам открыто скажут в чем именно проблема вот это было для каждой маме это самое важное да знать что происходит с твоим ребенком быть в недоумении и не понимать что с ним творится что ему болит и что он хочет и почему он себя так ведет это настораживает это очень больно и тяжело в центре бердовит вам расскажут в чем именно проблема и то же самое рассказали мне и хочу этим поделиться почему потому что это визуально и видно то есть у некоторых детей какие-то там другие проблемы которые уходят а у нас проблема значительно которые на глазах то есть нашего ребенка у степана было на голове значит заросшая кость неправильно которая срослась внутриутробно вот я вам скажу что на глазах прям на глазах она действительно становится намного меньше то есть лобик сглаживается начали появляться морщины мимика поднимает глаза и у него морщится лобик перестали быть припадки в виде того что когда он подходит он хотел биться время головой на ему мешало все ему там болело это уходит можно сказать уже и ушло только вечером он где-то там это не каждый вечер он может мне взять мою руку чтоб я ему побила но это в порядке вещей потому что это все заживает и своего рода может быть это его там беспокоит и ну любая рама мурана заживает не сразу вот то же самое у нас то есть визуально даже можно сказать можно сказать а я утверждаю что проходит этот как говорится бугорок или шишка как я назад не знаю правильно но она значительно разглаживается и становится ребенок просто ожи нету никаких слов и не будет у меня их просто нет благодарности всем тем людям которые нам помогли потому что когда начинаешь говорить спасибо сразу наливаются слезы потому что это слезы счастья просто ты не знаешь как этих людей благодарить по своим потому что вспоминая все то что происходит любой мамой когда творится с ребенком нечто вот и вспоминаешь как ты мучился и как ты переживал а теперь знаешь точно что эти люди они не только лечат ребенка они лечат и маму поддерживают ее это самое главное потому что иногда у детей просто даже в семье нету никакой поддержки то мужья уходят плохими или родители не совсем хорошие чтобы могли правильно поддержать либо они просто отворачиваются тебя те люди никогда не отворачиваются они идут по жизни не поддерживают и ну как больше то то есть их я считаю что просто бог поцеловал каждого по темечку вот что я еще хотела сказать значит все лечится они молодцы поддержка и словом и мечта у меня была до поездки в израиль это чтобы мой ребенок вылечился стал здоровым так как это лично уже начинает сбываться она и сбылась дело за мама мало вопрос времени у меня появилась новая мечта я хочу когда мой ребенок вырастет станет уже можно сказать не самостоятельно упадет в школу то есть он будет уже как бы как бы взрослым и тогда когда я расскажу ему кто нас спас его и меня я очень желаю чтобы мой ребенок сам того не говоря то есть я ему это расскажу я просто скажу что вот эти люди спасли тебя после меня помогли вылечили и чтобы он сам позвонил давиду и софи сказал спасибо вам что вы спасли мою маму вот это почему-то моя такая вот мечта на данный момент дорогие мамы папы бабушки дедушки без веры никуда верить надо до знакомства с давидом и с его командой я верила только в бога и правильно делала даже у него надо верить всегда потому что только он подарил мне до возможность и навел не на на путь путь к спасению в центре передавит я вас очень люблю спустя некоторое время я сделаю еще один отчет я думаю еще мы очень хорошо вас порадуем и вы порадуетесь я знаю что вы искренне переживаете за каждого ребенка вот до встречи я вас люблю большое спасибо и мамы папы и бабушки дедушки верьте аутизм излечим